Друзья, приветствую! По запросу подписчика разбираем компанию Western Digital. Это производитель жестких дисков и твердотельных накопителей. Компания создана в 1970 году. С 1988 года занимается производством винчестеров. Сейчас начала заниматься уже определенное количество лет производством твердотельных накопителей. Так, ну компания достаточно инновационная, но в последнее время дела у нее идут не очень хорошо. Основные конкуренты компании это Seagate, Technology и Hitachi. Если воспользуемся сервисом Investing.com, там где производится технический анализ по массе индикаторов акций компаний, то что здесь можно увидеть? Берем технологические компании Western Digital, которую рассматриваем, Seagate, ее прямой конкурент. Возьмем в качестве точки отчета Alphabet, он же Google, мировой интернет-гигант. Ну и, скажем так, для затравочки еще Яндекс сюда добавим и рассмотрим эти компании все вместе. Так, ну технический анализ по Western Digital, Alphabet и Яндекс. Так, если мы посмотрим финансовую отчетность по деятельности Western Digital, которая на инвестинге приведена, то что мы здесь увидим? Чистая прибыль за последний квартал отрицательная. То есть компания работает в убыток. Если мы возьмем данные за год, ну вот за год, да, минус 754. Если возьмем поквартально данные, что у нее творилось по кварталам 2019 года, увидим, что у нее все четыре последних квартала были убыточны. То есть компания, она работает в минус. В ближайшее время она либо будет кем-то поглощена из-за своей неэффективности, или будет обанкрочена и распродана. То есть есть достаточно существенные риски при среднем и долгосрочном инвестировании в бизнес такой компании. Если мы возьмем ее конкурента, Seagate Technology, то что мы здесь видим? Только плюс. Чистая прибыль положительного Seagate. То есть Seagate работает нормально. Значит, эта проблема, скорее всего, не в самой этой области, а именно конкретно вот у этой компании, которую мы рассматриваем, Western Digital. Далее. Если вот эти вот набор технических индикаторов, которые комплексно предлагает Roe Investing брать, то это, конечно, не является окончательным решением, но, по крайней мере, позволяет как-то увидеть определенную точку зрения движения актива и понять, как они соотносят один актив с другим. Здесь как бы видно, что Western Digital в пике находится, в соответствии с техническими индикаторами. Остальные рассматриваемые компании на горизонте, там, недели-месяц техническим индикатором, Seagate, Google, Alphabet, Samsung, Яндекс, они находятся, ну, по ним рекомендации покупать. То есть в них видят рост, в этой компании видят провал, в соответствии с техническими индикаторами. Друзья, давайте рассмотрим сначала месячный график этой компании. Соответственно, месячный график этой компании говорит о том, что у нее есть сильный уровень поддержки, который находится в диапазоне 35,5-37, вот здесь вот. Это связано с тем, что в настоящий момент, когда рынок стал медвежий в этой компании, то есть при снижении цены идет рост объемов, только цена доходит до этого уровня, начинается рост на растущих объемах. Вот с этого диапазона 35,5-37 акции активно выкупает, и после этого они вырастают. Будь то здесь, будь то здесь, и, соответственно, вот здесь тоже вот эти отскоки, их активно выкупали, начинали расти объемы, она отскакивала и шла наверх. Сейчас у компании какое-то время назад убрали генерального директора, а это связано с тем, что она неэффективно работала. Вот сейчас ищут нового генерального директора. Возможно, если это будет достойный лидер и профессионал, это, скажем так, окажет позитивное влияние на рост акции этой компании. Соответственно, можем в этом случае увидеть, что она сходит на 65. Здесь у нее есть одна цель 78,5, следующая цель 88. Ну, 88 вряд ли, но вот сюда как бы на фоне позитивных новостей, если там действительно будет план восстановления, выхода, кризиса вполне могут ее править. С другой стороны, если будет снижение, а если сейчас начнется пробой уровня 47,5-47 на растущих объемах, то, соответственно, они уйдут на 37-35,5 в этот диапазон. И здесь будут торговаться. А дальше, если будет пробой 33 на растущем объеме, то они как бы улетят вообще в асфальт на 10-11 пунктов. На 10-11 долларов за акцию, прошу прощения. Так, это вот у нас месячный график. Давайте посмотрим, что у нас показывает недельный график. Так, недельный график у нас показывает, что сейчас вот эта разворотная карказябра, такая W-образная, нарисовалась. И в том случае, если акция не скорректируется ниже 43, если она не пробьет на растущих объемах 43, не закрепится, то, скорее всего, вот у нее первая цель движения наверх 58,5. Следующая цель это 65 и следующая цель это 78,5. То есть, в принципе, сейчас на позитивных новостях ее вполне могут сюда свозить. Но, опять же, покупать даже в средний срок акцию компании, у которой на протяжении года постоянный убыток, у которой там идут какие-то непонятные пертрубации, на мой взгляд, это достаточно рискованная затея, но торговать такой акцией внутри дня, если она хорошо ходит, почему бы и нет. Это милое дело. Так, если дневной график смотрим, то здесь что у нас получается? У нас получается вот здесь поддержка сильная. Это 47,2-47,1. Если она пробивается на растущем объеме, соответственно, акция, скорее всего, уходит вот сюда, вот на 37,5-36 в этот диапазон. Вот, это вот исходя из дневного графика. На недельном графике намечена немножко другая картина, она немножко отличается. Так, и здесь у нас получается по дневному графику вот такой вот растущий канал сформировался. Она сейчас подошла к верхней границе этого канала. Вот, и вполне логичный ход – это корректирующее движение на 49,2. 49, 49,2 вот куда-то сюда. Вот, и потом, если не будет негатива по компании, если не будет обвала по Америке, если она вот этот уровень 49 здесь не пробьет на растущем объеме, то, скорее всего, она движение, колебательное движение вот в этом канале продолжит. И, соответственно, цель, первая цель здесь – это 54,55, вот сюда вот. Вот, соответственно, если какие позитивные новости будут, ее сюда обязательно доведут. Но если она пробьет вот здесь вот 47 на растущем объеме, то, скорее всего, будет движение вниз к тем уровням, которые определены на более серьезных таймфреймах, там, недельки, месяцы. Так, это дневной график. Давайте посмотрим четырехчасовой. Так, четырехчасовой график. Так, что у нас здесь выходит. Так, ну, здесь закономерность та же, что и на дневном. Все подтверждается. Единственное, конечно, здесь какие-то у нее такие вот разрывы. Прям как будто ликвидность совсем какая-то небольшая. То есть обычно у ликвидных инструментов такого разрыва в свечах не наблюдается. Так, что у нас здесь получается? Часовой график. Часовой график здесь указывает на разворот, на то, что произошел разворот. Но, правда, для того, чтобы этот разворот закрепился, опять же, вот эта цель здесь на часовом графике, это 48,4 и 48,5. Он не должен ее пробить на растущем объеме. Если пробивает вот этот растущий формат, он, соответственно, аннулируется. И будет либо консолидация в этом уровне, либо движение вниз. Вот, если сейчас вот идет ход в рамках этого канала, либо сразу рост, то вот цель у нее по часовику это 53, 53 и дальше, 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 55. Вот сюда вот. Вот. Поэтому, на мой взгляд, для того, чтобы торговать внутри дня, бумажка, если ликвидности хватает, она, в принципе, достаточно интересно ходит. Но брать компанию, которая потенциальный банкрот на средний срок или долгосрок, ну, мне кажется, это излишне рискованно. Спасибо. Спасибо.